В Вермитаже есть один зал, который всегда привлекает внимание посетителей, особенно молодого возраста. Это зал художественного оружия. В нем можно видеть рыцарей в блестящих латах, сидящих на ботканях или стоящих в шкафах с забытыми стеклами. О витринах разложены образцы оружия, щиты, мечи, кинжалы, поражающие своей художественным оформлением. Собрание оружия Вермитажа складывалось постепенно. Отдельные предметы хранились в знаменитой кунсткамере Петра I, но основная часть до 1885 года находилась в арсенале царского села, ныне города Пушкина. И этот арсенал был составлен преимущественно из военных трофеев и подарков императорскому двору. В настоящее время арсенал Эрмитажа хранит свыше 15 тысяч предметов вооружения от эпохи Средневековья и до начала XX века. Особенно интересно русское оружие тульских мастеров, а также богатое, роскошное, украшенное восточное оружие. Но настоящая передача посвящена наиболее богатой выхотоколлекции Эрмитажа западноевропейскому оружию. Тут можно видеть произведения крупнейших мастеров-оружейников, как, например, Пефенгаура из Аусбурга или братьев Негроли из Милана. Рассматривая оружие 15-17 веков, оружие из Италии, Франции, Испании и Германии, можно проследить постепенное развитие техники и удивляться эволюции художественного оформления предметов, предназначенных для нападения и защиты. Оружейники прошлого были не только мастерами-техниками, но и выдающимися художниками, создавшими великолепные образцы предметов прикладного и искусства, отражающих стиль своего времени. Именно с этой стороны они и представляют для нас особый интерес, отражая идеологию господствующего класса средневековья и нового времени. Хочется высказать пожелание, чтобы любое оружие, в частности и современное, поскорее бы стало музейным экспонатом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эрмитаж Эрмитаж — это не только шедевры западноевропейской живописи, античные мраморные скульптуры, скифское золото, сокровища Востока. Просторные залы нового Эрмитажа Живопись, краски природы, зелень деревьев и теплота человеческого тела, мир красоты и жизни — все создает удивительный контраст тому, что мы увидим, войдя в рыцарский зал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На земле война, а в тучах три валькирии летучих День и ночь поют над ней, взмылив облачных коней. Эти старинные рыцарские доспехи не раз побывали в сражениях. Исчезли люди, носившие их. Осталась уникальная коллекция оружия. Ствол итальянской мортира XVII века Украшен рельефными сценами из Энеиды Виргилия. Когда пушки молчат, музы слышны. Так и сегодня, когда мы вглядываемся в старинное оружие, утратившее свой грозный смысл, но сохранившее художественную и историческую ценность. У коллекции художественного оружия, собранного в Эрмитаже, разноязычная история. От тульских пистолетов до этого парадного шлема, сделанного в Индии из прорезной золоченой стали. Покрывающая его резьба создает впечатление легких кружев. Богатство и изысканность декорировки отличают образцы художественного оружия Индии. Отличная булатная сталь, золото. Кто знает, в чьих владетельных руках побывал этот клинок. Зато мы явственно ощущаем руку мастера мотивы национального орнамента, фольклора, миниатюрной живописи. Фигурки зверей и птиц становятся изысканным убранством холодного оружиям. Сродни индийскому искусство оружейников Ирана. В перечнях подарков русскому двору, сделанных иранскими послами или купцами, непременно упоминаются сабли, кинжалы и другое парадное вооружение. Как этот топорик, искусно украшенный резными изображениями охоты. Этот иранский кинжал украшают жемчужиной, перекатывающейся в особых желобках по клинку и рукояти. Но даже в прекрасном обличье оружие несет зло. В изящных пистолетах горестная история российских дуэлей. Голова орла грозно венчает Эфес этой сабли. Удивительные находки дарит нам Эрмитаж. Двуручный меч оружие Ланскнехта в коллекции Эрмитажа и схожий с ним в руках Давида на полотне якобы Ваноста. И даже меч в руке библейской Юдифи запечатленный кистью великого Джорджоне имеет близкий аналог в коллекции Эрмитажа. Не меркнут краски но само оружие шлемы воинов надежные доспехи не пощадило время. И, пожалуй, это справедливо. В музейных шкафах застыли средневековые рыцари. За стеклами витрин древние мечи викингов ученые предполагают, что средний рост викинга составлял один метр шестьдесят пять сантиметров, а средняя продолжительность жизни всего тридцать лет. Немного. Каждой исторической эпохи время говорить с надеждой «Прощай, оружие!» конец пятнадцатого века. Веселый рыцарь на коне скакал по дальней стороне. Повелитель Дон Родриго, чтобы трон прославить свой, объявил турнир в Толедо, небывалый будет бой. Рыцарское облачение весило несколько пудов. Лошадь также была защищена конным доспехом. Часто судьбу поединка решал один-единственный удар, выбивавший противника из седла. Жабья голова, гусиное брюхо так величались в ту пору рыцарские доспехи. Однако прекрасные дамы все же находили привлекательным, устрашающее деяние своих рыцарей. Лицо рыцаря было закрыто шлемом с причудливыми забралами, то в виде выступающей решетки, то в виде человеческой маски львии. Или львиной морды, или личины. Это отнюдься не открытый Питый навстречу врагу шлем древнегреческих героев. 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 Евангелие. 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 Крупным золоченым узором по вороненому фону украшен полудоспех работа Антона Пеффенгаузера, одного из самых известных аугсбургских мастеров XVI века. ПЕСНЯ Инкрустация слоновой кости по черному дереву украшает охотничье ружье и шкатулку для драгоценностей. ПЕСНЯ Французские мастера были достойными соперниками немецких оружейников. Голова медузы Горгоны украшает рондаш, парадный щит XVI века. В чеканный узор вплетены монограммы короля Генриха II и его фаворитки Дианы де Пуатье. В пластике фигур угадывается стилистическая связь со скульптурой малых форм. Каждый образец оружия мастер стремится превратить в произведение искусства. Ложа парадного ружья украшает вязь узоров и эта изящная золоченая головка. В искусстве оружейников Испании конца XV – начала XVI веков порой ощущается влияние Востока. Но немеркнущей славой оно обязано всемирно известному городу Толедо. на портрете кисти Ван Дейка Карл I опирается на ФС Толецкой рапирой. Прекрасная их форма. А эпитет Толецкий всегда говорил об исключительном качестве оружия. Голову бессмертного рыцаря из Ла-Манчи Дон Кихота украшал всего-навсего медный тазик цирульника. А этот великолепный парадный шлем салады, сплошь покрытый золоченым серебром, щернью и резьбой, вышел из венецианской мастерской. Золотые и серебряные рабески вьются по темной поверхности клинка. Ножны и рукояти щеканного золоченого серебра украшены мифологическими сценами. И тот же мотив повторяется на рельефе, украшающем венецианскую виллу того же времени. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Семиглавая гидра Эмблема с форца Паловичино, главнокомандующего войсками Венецианской республики во второй половине шестнадцатого века. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Щит-рондаш. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И прикрытие руки, сохранившаяся часть его парадного доспеха. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Настоящий шедевр в коллекции Эрмитажа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Клинки, а в еще большей мере доспехи, прославили искусство миланских оружейников шестнадцатого века. Для герцога Урбинского Гивидабальда II был исполнен доспех известным мастером Филипппо Негроли. Вот он, бесценный подлинник, словно сошедший с картины художник. Шлем в виде головы фантастического чудовища отличает совершенная техника чеканки, воронения и золочения. Шедевры итальянских мастеров завершают рассказ о старинном художественном оружии. Парадный щит-рондаш, созданный в известной мастерской миланских оружейников Печенино. Шлем одного из героев венчает сфинкс. В Эрмитаже хранится точно такой же шлем. Взгляните! Парадный шлем. Этот бургенвьот, исполненный мастером Джованни Батиста Сарабильо, завершает фигурка сфинкса. Многофигурная композиция на этом щите рассказывает о том, как римская весталка Тусция в доказательство своей невинности сумела принести воду в решете. И тот же сюжет повторяется в майолике, исконно итальянском жанре прикладного творчества. Да, искусство сближает, оружие разъединяет. «Музы любят тишину и боятся грома оружия», — говорили древние. Но когда пушки молчат, музы слышны. Об этом и поведала нам коллекция старинного художественного оружия. ГИЛИқ ТО СААМИНЦУИВАРНОВАЙ НЕБЕЛЕДІ Shawnк Rein Субтитры создавал DimaTorzok